Итак, эта книжка. Она начинается с картинки девчонки в офигенном СЛК. По-моему, 108 кузов или 116 кузов. Я не помню. Мне здесь нравится, что... Вообще, мне нравится, когда девчонка едет за рулем в такой клёвой тачке. Ну, я люблю Adidas, и мне нравится Mercedes этой эпохи. И, короче, мне нравится всё, что это такое утро, это, наверное, полдень, или чуть-чуть, может быть, раньше. В этом есть именно то настроение, которое описано в нашем слогане, с которым вы знакомы. Динайверкаут – это тренировка мышления будущего. И это правда. Когда мы делали книжку, умер наш дорогой друг и великий человек, который оказал влияние на многих из нас и лично мне очень-очень дорог. Книжка – это такая штука, знаете, которая собирается чудесным каким-то образом. Ты даже не думаешь, что завтра тебе вдруг придёт в голову, что вот здесь действительно должна быть эта фотография. Или ты вдруг, роясь в Пинтерессе, найдёшь именно ту, которая станет обложкой. И тебе согласуют её права, пришли пухарезы, неадские деньги и так далее. В общем, Петра не стало, и мы связались с нашим знакомым, фотографом, который был знаком с Петром и с многими выдающимися людьми той эпохи, которая стремительно нас покидает. И написали такой текст. Никогда не рождался и не умирал, а лишь посетил землю с такого-то по такой-то. Тут, я думаю, что мы все встретимся в какой-то момент и с Петром тоже, и поиграем на гитаре, и послушаем его, и попляшем ещё. Так что жизнь – штука вечная, и не стоит как бы расстраиваться. Хотя ужасно жалко. Это первая машина Петра – «Форт Гранада Марк 2». Довольно жуткая снаружи, но довольно любопытная внутри, как вы видите. Это то, о чём эта книжка и как это всё устроено. Коротко я расскажу. В чём идея её? В том, что мы увидели, как всё связано. Это такое откровение, достаточно банальное, да, как вы, может быть, скажете. Но когда ты этого очень видишь, то немножко страшно от того, что эти связи, они воистину работают. И с помощью ряда друзей, коллег мы попробовали посмотреть на 32 феномена автомобиля и кроссовка и понять, что же у них есть общего. И каким образом вся история искусств развивала те же самые социокультурные тренды, которые послужили основанием для формирования конкретно этих объектов. Каким образом очень схожие явления в истории человечества – экономические, геополитические, религиозные, экономические и какие-либо ещё – влияли на искусство. И были формализованы в виде конкретных объектов, росписей и так далее. Так что каждая глава у нас состоит из ряда исследований, которые собираются все вместе и дают нам более-менее целостное представление о одном из социокультурных феноменов, бытовавшем на протяжении всей истории человечества. И зная про эту связь конкретных форм, объектов и явлений, мы можем легко понять, как мы реагируем на уровни форм на следующем витке с очень похожими ситуациями, которые повторяются с определённой частотностью в истории человечества. Это иллюстрация Арсения Зинова, это талантливейший парень, с которым мне приятно быть знакомым. В этой книге принимали участие Вова Коломейцев и Оля Голикова. Оля Ульянова писала о разделах социальных трендов и занималась исследованием этого. Редактировала ряд текстов про кроссовки, а Вова и Оля Голикова писали про кроссовки. Ксения Малич готовила ключ к пониманию возникновения всех этих форм и у кроссовков и автомобилей и показывала, как на протяжении всей истории искусства художники, архитекторы и скульпторы реагировали на те или иные социокультурные явления на уровне конкретных объектов и как эти объекты, через что они связаны. Сергей Иванахов проследил, как на протяжении 70 лет американцы и европейцы описывали те или иные качества автомобилей и вообще, что они думали про автомобили и какими словами пользовались. Вадим Карташов, наш дизайнер UI UX и разработчик, и математик, и дизайнер, сделал фантастическое исследование, которое не вошло в эту книжку, а вошло только маленьким кусочком про историю взаимоотношений автомобиля и человека. Я писал эссе про автомобили, а Вова и его ученики с курса PlayType делали леттеринг для заходов в каждую главу. Итак, перед нами 32 главы. Это постер. И тут как бы история следующая. Вот это, это Божий мир. И вот вы видите здесь дельчиниху, которая используется на заставке третьего сезона DZEN WORKOUT ONLINE. И это очень важно, потому что внутри книжки вы видите множество разных цитат наших каких-то проектов и каких-то вещей, которых вы уже знаете. Возможно, многие из вас в этом участвовали и так далее. Сама выборка автомобилей, как я уже сказал, это автомобили, которых я мечтал, на которых я ездил или которыми я владел. Тут можно увидеть, что Вольф больше всего. Я владелец Вольфы, но до этого больше 15 лет у меня были английские автомобили Маркеринж Ровер и Ландер Ровер. И они тут тоже присутствуют. Поэтому те рассказы, которые мы сейчас встретим, они вполне автобиографичны. И в этом вы не можете доверять. То есть тут у нас мир, мир Божий. Тут у нас мир роботов. То есть Интерстеллар, просто Дайнамик, Волли, Бендер и так далее. А здесь все те герои, которые в моих эссе встречаются как владельцы тех или иных автомобилей. Художник Ром Манихин, мой хороший друг, получил все тексты и сделал интерпретацию всех этих персонажей. Для этой штуки у нас есть классный постер формата А1. Он тоже доступен в киоске. Это фрагменты исследования, которые сделал Вадим. Полный текст будет в шестой книжке. Это, конечно, феерически интересная вещь. Посмотрите, да? Мы начали отсюда. Повозка, лодка. Потом яхта, самолет. Потом мечта, ракета. Потом космический корабль. Потом кокон, капсула. И потом корабль чужих. Это метафоры, без которых мы не можем понять, как устроена эпоха и откуда взяли все эти формы. Метафора – основа для проектирования. Это просто анонс для этой книжки, которую мы выпустим в ближайшее время. Итак, это опенер для первой части. Мы хотели, чтобы все картинки были сняты фотографами хорошими, которые не снимают автомобили. Они снимают мир, где автомобиль – часть мизансцены. И на самом деле из всех фотографий, мне кажется, что карт, который мы начали, она сейчас перед вами. Она лучшая. Это кадр из фильма Райниса Спейла, латвийского кинорежиссера, который получил несколько наград на фестивалях докфильмов. И здесь мне нравится то, что это отец, там дети, и там тепло очень и приятно. А он как бы выстраивает этот путь для семьи. Ну как бы. И что вот эти горизонтали, которые мы видим у машины, они повторяются в этом пространстве скандинавском. И что фигура таким образом как бы стоит, что голова, как помните в фильмах Китана, когда его герой идет мимо моря, Кикуджиро, помните, да? Там белая рубашка идет по морю строго, черные штаны идут по суше, а голова идет над морем. Ну это сделано специально. И тут отчасти это тоже как-то присутствует подобные затеи. Да, обратите внимание на леттеринг, я о нем еще отдельно скажу. Это мой текст. Это технические данные. Это раздел технических фотографий. То есть здесь мы рассказываем об образе автомобиля. То есть что скрыто за этой формой. Здесь я пишу об этом достаточно абстрактно. И здесь мы показываем конкретику, из чего этот образ буквально состоит. Из каких форм. Дальше идет раздел симметричный про кроссовки. И мы рассказываем также дотошно о кроссовках. Это разворот социальных трендов, где Оля Ульянова сформулировала дух времени. В промежутке между выпуском автомобиля и выпуском кроссовок на предыдущих разворотах. А Неста Лешкевич подобрала соответствующие иллюстрации, которые живут вместе с этим текстом, развивая ту же мысль. Вообще это получились фантастические тексты. Оля, ты, конечно, большая умница. Спасибо тебе огромное. Дальше разворот. Про социальные тренды. Из которых, собственно, цайтгейст, то есть дух времени, явился выжимкой. Тут, видите, используется такая как бы система, что мы можем писать... То есть блоки текста распирают картинки, и это все специально так плотно набрано. И текст может жить как между картинок, так и под картинками, также будучи зажатым. Такой же принцип продолжается на развороте автомобильных трендов, которые для нас подготовила редакция Автору. Вы потом увидите уже вживую в книжке, что вот этот вот набор и вот этот вот набор, он разный. И его настройка, она такая специальная. Здесь она более плотная, более мелкая. Здесь значения межсловных и межбуквенных отличаются от ситуации здесь. Да, вот этот вот шрифт, это шрифт Вовы Коломейцева, как и все остальные шрифты. И это Typewriter V8, который был получен из шрифта Typewriter Machine, машинка с засечками. Вовы отрезал засечки, и получилась такая моднявая штука, которая... Ну, она не просто лишилась, конечно, засечки, у нее появились еще какие-то любопытные нюансы форм. Вот они здесь есть, моюскольные цифры и так далее. Это разворот языкового кода. Мы не переводили исходные тексты на немецком и на английском. Это из источников европейских, они разные. И это из журнала Time, который штудировал Сергей Монахов на предмет, собственно, той специфической лексики, которая бытовала в каждую эпоху, в 60-е. То есть, вы понимаете, да, что главы построены во временных промежутках, которые ограничены датой выпуска кроссовка и автомобиля. Это разворот мудборда. И мудборд рассказывает нам, чем эти объекты связаны. Ксюша Малич, блестящий искусствовед, поняла, в чем у нас затея и добавила ключевой элемент для всей композиции каждой главы. То есть, то, что нам объясняет реальность присутствия этих форм на протяжении всей истории, которые выражали именно те идеи, которые выражают эти формы для своего времени. Каждая глава имеет название. И хэштеги. Если вы занимаетесь на организации воркаут, то знайте, что ими мы определяем задания. То есть, они помогают определить, о чем это задание. И какие и концептуальные, и экспериментальные аспекты присутствуют в каждом задании. Вот это, это офигенная вещь. Это, собственно, референс для вот этого вот леттеринга. Видите, да? Я отдельно сделаю про это еще эфир. Это конкретные шрифты, странный очень леттеринг, найденный в Жероне на плафте Каталуния, дом 6. С ними работал Вова и его ученики с Playtype. Это следующая глава, и она устроена точно так же. Запомните этот леттеринг. Мы видим для него референсы через 8 разворотов. Это мой текст. Это подробности, как устроен автомобиль. Это текст Вовы про кроссовки. Это дух времени и социальные тренды, что было важно в этот момент в мире. Это автомобильные тренды. Это... Да, для автомобильных трендов мы, кроме части коллег из Автору, позвали независимого эксперта, автомобильного историка, который помогал нам в каких-то случаях выбрать из предложенных коллегами из Автору тексты, которые лучше ложились под другие факты из предыдущих разделов. Антон Царулев, фотограф и автомобильный историк. Антоха, огромное спасибо за участие. Это код эпохи, конкретно двухтысячные. Это мудборд, это авантюризм. И вот референсы для тех элементов, которые вы видите на входном развороте для Rediscovery. Это Range Rover, одна из любимых моих машин. Смешной леттеринг. Текст, картинки. В большинстве случаев мы снимали эти автомобили сами, находя владельцев. Это мои приятели, владельцы сервиса Range Rover. И одна из автомобилей одного из владельцев, совершенно феерический эресминцев. Вот его внутренности. Это про кроссовки. И это тоже. Бернхард, Фергельм и Кампер. Дух времени. Социальные тренды. Автомобильные тренды. Феерический, конечно, эйгуар. Хотелось бы, конечно, когда-нибудь эйгуар иметь. Это, собственно, референсы для захода. Помните, что вот эти все штуки, вот они. И вот они были найдены и предложены вове для пользования, как основу для леттеринга. Это Испания. Это тоже Испания. Это Лера де Мар, Жерона. А это Торсейли Борн, Барселона. Это Вольво. Такая же композиция. Офигенная желтая Вольвуша. Это Т6. Т5Р. То есть это очень-очень быстрая вещь. Фила Баблз. Ловим текст. Сайдгейст. Сами тренды. Автомобильные тренды. Код эпохи. Леттеринг для заходного разворота. Это про оптимизм. Я думаю, что все эти подробности, как что связано, сейчас стоит опустить, чтобы вы, получив книгу, насладились кучей деталей, которые мы сейчас не видим из-за того, что часть картинок не подгрузилась. Это лаурезы. Лодж Рам Твен. Вторая его версия. Текст. Текст очень пронзительный. Почитайте это. Это, конечно, нереальная история. Но в ней присутствует реальный Том Скеллороп. С одной стороны, наш учитель по английскому языку. И корректор для английской версии этой книжки. И с другой стороны, Том Скиннер. Известный английский барабанщик. Один из пяти главных барабанщиков в Великобритании. Экспериментатор и невероятный совершенно парень. Речь идет не о нем и не о нашем корректоре, а о неком мальчишке, который похож чем-то на них обоев. Это отличный Додж. Это суперический Адидас Кампус. И Бести Бойс. Это заход в социальную часть. Это дух времени. Социальные тренды. Отличная Ауди Кулатра. Первая полноприводная. И, конечно, Ситро Энкарин. Это черпнутые французы, конечно. Это какого-то эпохи. Это модборд. То есть здесь речь про оболочку. Ритм, насыщенность, коммуникация. Обязательно читайте эти тексты. Они поясняют выборку. И поясняют, почему это слово выделено как основной хэштег в этом модборде. Это леттеринг, который используется на заходе. Я его сейчас покажу. Вот он. По Вольве F89 практически ничего толкового не было из фотографий вообще нигде. Потому что это редкая машина. И старая она из 70-х. И мы нашли такую странную любительскую фотку, сделанную на пленку, разумеется. Она, конечно, здесь выглядит совсем жутко. Так, конечно, в ней деталей побольше. Но нам понравилось именно вот это настроение, с которым она снята. И которое есть у этого человека. Но присутствует и в этом тексте тоже. Потрясающие совершенно красоты и вещь. Пони. Редкий гость на русской кроссовочной сцене. Дух времени. Социальные тренды. Кстати, это Porsche. Но не состоявшийся релиз. Это импульс. Он есть и в этом Пони, и в этой Вольве тоже. И, конечно, вот в этой штуке, которую я подглядел в каком-то буклете про виндсерфинг в Таллине. В какие-то 80-е годы показалось, что это очень хорошо. И так она и вышла. В исполнении Вовы и Артема Кокаурова. Это, правда, очень хорошо. И очень про вот это все. Окей, это была долгая битва с девочкой, которая прекрасно имеет инстаграм. Она фотограф автомобильный. У нее потрясающий Porsche 964 собственный. И она снимает разных своих предприятий на других старых ведрах. Ну, в Porsche, конечно же, это не ведро. Но Saab чуть-чуть, чуть-чуть. Ладно, не огорчайтесь. Saab у меня, правда, не было. Но с этим Аттерин много вопросов. И я до сих пор не согласен с ним на 100%. Нули, мне кажется, неточными для этой всей истории. Но да ладно. Зато... Зато... В очередь две картинки от этой девочки-фотографа. И подумали, что клево поставить и утреннюю, и ночную фотку одной и той же машины. Текст. Подробности про разные детали. Отличный чувак Марс. Классные тексты. Кстати, обращайте внимание, что вот эти тексты, это другие тексты, нежели вот это. То есть это body text. А вот это, это caption, который Вова писал уже позже, в верстку. И эти тексты имеют другую интонацию, чем вот эти тексты. Эти тексты основные. Они достаточно спокойные. Они фактология. В некоторых случаях они развернуты, и там какая-то микроскопическая эмоциональность появляется. Но в целом у них нет задачи, как в этих текстах, раскрыть образ. А они скорее просто описательные. И все. А вот в этих текстах есть и шутки, и искренняя любовь к теме. И это просто еще один слой для этой книжки. Сайдгейст. Социальные тренды. Русичи сделали такое чудовище, но очень смешное. Офигенный чувак, который описывает писатель Пелевин, неуловимый в своей книжке Generation P. И эта штука, это логотип аудиотехники Эстонии, который уже давно не существует. Класса 0.01. И это история про контркультуру. СААБ, безусловно, контркультура. И Джордан Ретро Хай тоже своего рода. Это феерический надборд. Когда я его верстал, мне было очень приятно. Это очень все точно. Это абсолютно про это. Пагода 230, SLW 113, предприимчивые дядечки продают экологический кроссовок довольно успешно. Это не Сиба, это Акида, просто чтобы вы были в курсе. Сайдгейст, социальные тренды, автомобильные тренды. Какая же ты красивая морда. О, нет мочи, но это прекрасно, конечно. Именно для североамериканского рынка, не для английского рынка. Это про культуру. И это, безусловно, тоже про культуру ВИА. Основа для леттеринга найдена в спесимении 19 века. Даже грустная картинка, но другой мы не нашли. Хорошо, что этого хотя бы нашли. Спасибо Антону Царулеву, нашему редактору, эксперту и факт-чекеру автомобильной части. Беларусь, смешной текст про Беларусь. Эксперименты с макетом. Про макеты будет отдельный рассказ. Вдох времени. Социальные тренды, автотренды. Хенджаб. Какую штуку прислал мне Ждан из Сан-Франциско. И она пошла, собственно, в работу. Датаринга Волы. Один из любимых автомобилей моих. К сожалению, не было, но всегда мечтал. Но был фанатом BMW и BMW-стом много-много лет. Но заглядывался, конечно, на Мерседес, как обычно. Рассказ про него. Автомобиль нашего фотографа и приятеля, который снимал нам большинство автомобилей в книжке. Я имею в виду технических разворотов. Элис Флава. Фава. Цайк Гейст. Тренды. Автотренды. Ирония. Это вот, кстати, любопытная вещь, потому что это стоп-кадр из фильма Vanishing Point, первой версии. Режиссер Эйчерс Сарафьян. Это последние, наверное, две минуты кадра, когда уже героик мчится на бутдозере. За ним наблюдают такие бруклинские дамы. Ну, как бы, из окна кафе, на котором написано ФРОГ. И эта штука, она пошла на леттеринг, но леттеринг чуточку другой, чем, вы видите, ФРОГ мягче. Но он не получился, и ничего страшного. Хонда Элемент была феерическая картинка изначально, но нам не дали на нее права. Хонда стояла на одной из многочисленных американских парковок вокруг дайверов. И дайвер был как летающая тарелка, и вокруг гуманоиды на таких длинных шестах. Такая абсолютно шея космогория. Но, к сожалению, картинку мы получили, поэтому поставили картинку более примитивную. То есть вообще ничего не выражающего, к сожалению. Леттеринг. Редкий случай, кстати, когда леттеринг выходит за формат. Текст, подробности, еще подробности. Кстати, некоторые автомобили настолько хороши, что мы не удержались и ставили по два разворота, как, например, для Хонда Элемент. Я очень хотел всегда, но один мой друг опередил меня, это купил первый. И я понимал, что... Ну, не хотелось за ним повторять. И поэтому, как был он ровер. Опенер для социальных трендов. Собственно, социальные тренды. Разные протесты. И вот это, конечно, сферическая вещь. Это журнал «Экран». Вова снял в Нальчике, кажется. И специмен концерта 19 века. Это из этого хозяйства и сделан леттеринг на обложку. Феерическая E34, когда-то была. Потрясающая машина. Хотел бы еще когда-нибудь поездить за рулем. Но, конечно, лучше на М5, как здесь. У меня была просто обычная 525. Хороший текст этот. До сих пор за него не стыдно. Подробности. Ах, какая прекрасная вещь. Как это все нарисовано. Это фантастика. Даже этот серый пластик, в общем, особо не позорный. Фью. Стоимость 1200 рублей. На Азоне. Отличные очки, конечно, у Альпачино. Это Сайдгейст. Это социальные тренды. Это автотренды. И это снова надборд. Вот Карл Наврод, к которому мы обращаемся неоднократно. И это про сверхспособность. Это есть тут и есть тут одновременно. Так что, Ксюша, ты в точку. Это одна из тех картинок первого отбора, которые мы сделали с Игорем Зениным. С которым, собственно, мы делали книжку этот год. В ежедневных сидениях по 5, 10, 12 часов, чтобы она получилась такой, как она есть уже сейчас. Это офигенный леттеринг. Спасибо Вове и Артему Кокауру. Это классно. Такая машина у меня была тогда. Это текст. Это про нее. Это стрипбик. Это фрейзер. Это опенер для социальных трендов и их разворот. Это автомобильные тренды. Код эпохи. То есть, как говорили в 70-х про машины. На немецком и на русском. И на английском. Инновация. Прототип этой штуки прислал мне Ждан Филиппов из Сан-Франциско. Это еще одна картинка из первого отбора. Что значит первый отбор? Это значит, что потом был еще один отбор, когда нам не дали половину этих картинок. И это вот тот отбор веселый и дикий, который, если бы нам давали хорезы, а не просто как бы отправляли лаурезы с да, окей, как бы используйте, то это было бы бомбически круто. Но и так это, конечно, хорошо и весело. Три веселых чувака, пузатов, утопили J-40. А J-40 это вот, это офигенная тачка. Я всегда очень хотел, но пока не довелось. Это Чак Тейлор. И офигенные конверсы. Тренды. Вот откуда это все. Это Саймон Волкер и его коллекция разной фринтажной шрифтовой еруды. Это основа для латеринга на обложке. О, это, конечно, чудесная Мариза Салинос. Смешная девчина. Лаурез, еле-еле растянутый Мишей до какого-то удобоваримого размера. Латерин Ксении Кожаевой. Картинки подробностей. Вовин текст. Отличные чуваки и фантастические джуджара. Пьер Карден со своим телефоном. Классное кресло. Дух времени и социальные тренды, автотренды. Манифест. И вот, собственно, основа для латеринга на обложке. Это Павро Фрухель, Испания. Просто на доме. Отличный 9.11 в кузове 997. GT 2RS. Текст. Подробности про него. Фантастический спрингкорт. Хотелось бы, кстати, его. Опенер для социальных трендов. И, собственно, они сами. Автотренды. Это мой самый любимый, конечно, зворот. Я имею в виду, то есть он самый полезный. И его дольше как бы все разглядываешь. Гармония. Это Лука, Пистоя. Такая как бы местность недалеко от Пизы. В Италии. Это чудовищная, но неубиваемая абсолютно машина. Я ездил. Ее кайф в том, что она бывает в 20 разных эмплуа. Но об этом в тексте. Очень странные премиата. То есть очень странные планы компании. Это снова Эвэ Сандерсон. Сайдгейст. Тренды. Автотренды. И снова про то, как связанные премиатой с Фиатом. И вот шильдик Феррари Дино В6 послужил основой для Фиата. Если это вы знаете, то Фиат в какой-то момент купил Феррари. И у них один сейчас владелец это Матео Димонтеземова. Это Зиу на улицах Ленинграда. Зиу. Это Динамки. Тоже делающиеся в Ленинграде. И в Петербурге. Опенер. Кольер. Снова Ренфильм. Автотренды. Фиерическая штуковина на фене в Вольтере в Италии. Социализм. Это правда. Это и другое. Мини Купер. Элитеринг. Маша Кабаненко. Всегда хотел именно Клавман первого поколения. Но как-то все не сложилось. Но ездил за рулем. Классная игрушка. Ванс. Любимнейшая вещь. Любимейшая вещь в Ванс. Именно вот тот дух, который в них есть. Это фантастическая совершенно штука. Социальные тренды. Опенер и сами тренды. Эксцентрика. Безусловно, это и другое. Стокман. Логотип снятый на манекене. Александринкату 52. Снимал я, но прочитать адрес по-фински невозможно. Рено Твинго. Теорическая совершенно вещь. Когда-то была. Знаю, что это. Текст. Картинки. История про Корсар и про отношения Найка и Аницюка Тайгер. Кстати, за что? За Найка или за Аницюку? Я за Аницюку. Игорь. Игорь тоже. Офигенная, конечно, девчонка. И отличный текст. Социальные тренды. Лагонда, конечно, бешеная абсолютно вещь. Я бы ездил, конечно. Довольно скучные, но набиваемые Вольвы. Толерантность. Абсолютно, конечно, об этом. Это супер графика на борту болида Эстония 72. А это стикер строительной фирмы в Вольтере в Италии. Бешеная совершенно вещь. Леттеринг Андрея Абрамова. Текст, картинки с тачкой. Ну и так далее. Я, пожалуй, все-таки ускоряюсь. Это парастетизм. И вот это основа для леттеринга. Это электрический раф. Меня привлекло, что первые... То есть вообще они все как бы в воздухе. И первый чувак в очках. Это любопытно. Это электрический раф. Это карху. О, карху отличный. Карху, карху. Но Вовка говорит, что карху жаркие. Поэтому я вот и не покупаю. Потому что New Balance 998, они как бы похожи, но они не очень жаркие. Вот эти жаркие. Это опенер для социальных трендов и социальные тренды и автотренды. И это вот вывеска в Италии, которая служила основой для леттеринга на первом развороте. Это наив. Это контраст, пространство и формат. Это Ныса. Очень грустная штука. Текст. Сама Ныса тоже не особо-то веселая. История Танлопа. Кайф, конечно, абсолютно. Социальные тренды и опенер. Оригинал и копия. Доступность. Абсолютно, да. Абсолютно. Танлоп, кстати, дешевый. Леттеринг в Хваре в Хорватии. ПАС 672. Текст о нем. Собственно, ПАС. Нью Баланс. Офигенный Нью Баланс. Еще у меня впечатление, что вот эта версия чуть-чуть отличается от вот этой более поздней. По крайней мере, подошвой. Окей. Нейн Абрамович и ее проект. Затейник. Это логотип журнала, который послужил основой для лотеринга на обложке. Финический Карус. Лотеринг Вовы. Самый Карус. Текст про End One Ascender. Джуд Лоу. Прекрасная, 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 прекрасная тильда. Молоденькая. Ага. Иллюзия. Абсолютно. Да, об этом, конечно. КРАС. Текст. КРАС в музее. Точнее, это ЯАС. Но это как бы одна машина. УАЙ. ТРИЕ КАНИЯ. ОПНЕР. Социальные тренды. Автотренды. Ох, 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 ох. Что внутри, это же вообще космос. Дискретность. Да, все правильно, абсолютно. Париж и 30-е годы. Муравей. У меня не было к счастью. ГАДЕГЕЙМ. ОПНЕР. Социальные тренды. Автотренды. биоморфизм вывеска виктор просто в барселоне недалеко от рамблы закрытые какие-то музыкальные магазины и там такая была штука 3000 r1 сама электричка отличные кеды молодец евгений райков что это все создал наши герои егор литов и енка дядя левая яйцо и ваешки тоже затесался опанер создание тренды авто тренды это про природу это на книжном развале в пизе это конечно чудесная тачка не вывезли к делах или вели и получился неплохой текст неплохой текст прочь прочти обязательно за него вообще не стыда ни секунды это как устроен и выглядит кодила конечно блин это невероятная вещь батя и сам батя уже штатах опана для социальных трендов социальные тренды авто тренды наследие это прекрасно старые вывески в жероне и в барселоне nissan cube матушка такого микроши не было но хороший текст еще один хороший текст у меня было всего 26 текстов и я все остальные тексты то есть 6 еще написал уже в макет их было писать сложно но с тех пор как и секция еще появились прошло уже четыре года и многие тексты обглядываясь назад мне кажется слабыми про porsche про крас и какие-то веселые нотки и вообще как бы хорош неплохие сейчас они по по делу но точки зрения литературы которые никакого отношения правда это все брифы брифы для дизайнеров это тексты не литературу все не литератор и дизайнер но это тексты брифы для дизайнеров вот те хуже чем эти эти вот последние они уже написаны чуть лучше это не сам q это people footwear opener соц тренды отличные конечно миши ой какие мишечки это вообще конечно фантастика авто тренды смотрите на пижо вот эти штуки это все это и сан-франциско это ждем прислал а это из синтры мои любимые это про симметрию это единственное окей не единственная но одна из редких автомобилей один из этих автомобилей которые асимметричен это прекрасный кадр жажда тут лаурез который снимал наш это редактор настя лишкевич на пленку на свою манию или бронику что-то такое средний формат и там все есть все есть любой ковыль проработан просто лаурез офигенный клетеринг ловки настя снимала нам и и автомобиль и сам автомобиль потрясающий конечно красоты стартас какая-то тетя соц тренды авто тренды любимые мой разворот какая штука ай ой 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 и линия euro это во флоренции и в италии снята и это про экзальтацию последняя это и раевал наши приятели стопа из великопитании на которые работают куча разных людей в москве и санкт-петербурге это любопытный социальный проект о котором я пишу совершенно искренне и восхищаюсь им это его фотографии подробности как он устроен реально классно и круто лотто со стренды и последнее это про веру где мы собрали все что относится конкретно к этой же затеи сыраеву и этнографии собственно из всего этого и состоит наш проект про мышление будущего дизайнерка присоединяйтесь пока